МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Минске заявили о некоем тайном сотрудничестве с Украиной. О чем идет речь? Это все происходит на нашей территории. В США говорят об уступках России, а в России тем временем звучат масштабные взрывы. Каким будет исход войны? Срочно! Мы увидели взрыв! Вон! Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. К 28 октября, то есть к понедельнику, в Курской области может быть собрано несколько тысячное войско из военных Северной Кореи. В эту область их отправляют из Владивостока военно-транспортными самолетами Ил-76, пишет Нью-Йорк Таймс. По данным издания, речь идет об элитных подразделениях армии КНДР. Все эти военные, по мнению аналитиков, могут быть брошены в бой в рамках российского контрнаступления под Курском. Об этом изданию сообщили американские и украинские чиновники. По словам официальных лиц, какой бы ни была их роль, любой значительный контингент северокорейских войск позволит России сохранить больше своих сил на востоке Украины, где они смогут сосредоточиться на захвате как можно большей части украинской территории до наступления суровой зимы. Напомню, Зеленский со ссылкой на украинскую разведку говорил, что на поле боя северокорейские войска будут развернуты уже на следующей неделе. Такие действия он назвал очевидным шагом России к эскалации. Необходимо ли Украине отказаться от своей территории? Об этом вновь говорят в США. На этот раз кандидат в вице-президенты от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс. Он предупредил, что если Трамп станет президентом, то его администрация будет буквально настаивать на прекращении войны. Иначе, по словам Вэнса, эта война может перерасти в ядерную. Ди Вэнс также говорит, что завершение войны в Украине это то, что в интересах и США, и в интересах России, и в интересах Украины. Так как и РФ, и Украина уже истощены. И Киев, и Москва находятся в постоянном поиске мужчин для пополнения армий. Республиканец также ответил на вопрос, придется ли Украине отказаться от своих территорий. Честно говоря, я думаю, что украинцам самим придется принимать это решение. Но слушай, они уже так истощены. Когда общаешься с украинскими лидерами, особенно наедине, да и даже публично, они начинают об этом говорить. Они говорят, что так продолжаться не может. У них нет ни достаточного числа людей, ни техники, ни денег. Поэтому в конечном итоге, опять же, Украине придется самой принимать это решение. Россия, конечно, также должна будет принять решение о том, что она готова сделать для прекращения боевых действий. Но нужно, чтобы обе стороны сели за стол переговоров. Нам не обязательно любить Россию. Нам не нужно соглашаться с тем, что она вторглась. Но мы должны их собрать и начать настоящую дипломатию. Иначе это будет продолжаться вечно. Тем временем Трамп вновь повторил, что он готов быстро завершить войну, и то, что этой войны могло и не быть, если бы он был президентом. Что думаете о таких заявлениях республиканцев? И все ли может быть так легко и быстро, как они рассказывают американцам в предвыборной гонке? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. Мира не будет, если Украине придется от чего-то отказаться. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он, в частности, напомнил слова Зеленского и вновь повторил, что может быть успешной формулой по версии Киева для завершения войны. Давайте подытожим, чтобы было понятно, и президент об этом неоднократно говорил. Найти какую-то компромиссную модель, когда вы гарантируете себе мир, но при этом отдаете что-то России, обеспечиваете России непроигрыш в войне, ну и, соответственно, не получаете никаких существенных безопасностных конструкций, внутри которых вы будете дальше существовать. Это означает, что мы с вами не будем иметь никакого мира на самом деле. Вот еще раз, Российскую Федерацию можно принудить только к осознанию того, что такое международное право, почему оно будет отвечать за его нарушения, какие юридические и финансовые последствия будут для России и так далее. И, соответственно, параллельно каркас безопасности, в котором Украина должна играть какую-то важную, ну, фундаментально, на мой взгляд, важную роль, потому что, безусловно, мы видим это и по этой войне на территории Европы, наиболее боеспособные, что ли, или наиболее готовые защищать фундаментальные основы современного права, это только Украина. Взрывной оказалась суббота для жителей Липецкой области. В области и городе звучала воздушная тревога, а после раздались мощные хлопки. Работу ПВО, а может и последствия прилета, продемонстрировали местные жители. «Срочно! Мы увидели взрыв! Вон! Объединение! Взрыв! Взрыв только что был, я обглянусь! Взрыв!» Напомню, что в Липецке находится военный аэродром оккупантов, который уже неоднократно становился мишенью для украинских беспилотников. На этом аэродроме базируется Су-34, Су-35 и даже МиГ-31. Аэродром находится лишь в нескольких сотнях километров от Украины, что делает его уязвимым, в то же время он удобный для российской авиации в условиях войны. В Узбекистане стартовали парламентские выборы, и они стали первыми после принятия нового текста Конституции. Известно, что в политической борьбе принимают участие 875 кандидатов. Местные СМИ сообщают, что согласно вступившему в силу закону о выборах, в Узбекистане впервые проходят выборы по новой смешанной избирательной системе. Половина депутатов Нижней палаты парламента, 75 человек, будет избираться по мажоритарной системе, а вторая половина по пропорциональной. В ЦИК также заявили, что впервые во время этих выборов используется система электронного голосования и подсчета. Кроме того, по данным избирательной комиссии, более миллиона человек уже приняли участие в досрочном голосовании, прошедшем в стране несколькими днями ранее. Политические аналитики Узбекистана пишут, что одной из центральных тем в предвыборной кампании депутатов было экономическое развитие, и узбекистанцы ожидают от новых депутатов конкретных решений, которые бы привели к росту уровня жизни, появлению новых рабочих мест и непосредственно к стабилизации экономики. Знаю, что нас смотрят и в Узбекистане. А чего вы ожидаете от этих выборов? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Лукашенко уверяет, что Беларусь принимает участие в процедурах обмена телами украинских и российских военных, а также в обмене пленными между Россией и Украиной. Самопровозглашенный, судя по всему, обиделся, что в сообщениях СМИ о том, что такие обмены происходят при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, не упоминается Беларусь и Лукашенко. Намекает также на тайное сотрудничество. При посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и еще кого-то произошел обмен там телами пленных. Это все происходит на нашей территории. И тела погибших недавно большое количество обменяли. Россияне, по-моему, передали 500 тел украинцам, украинцы 80 тел. А также произошел обмен военнопленными, по-моему, 75 на 75. И раньше, и прочее, и дальше, если россияне этого захотят, украинцы хотят. Если россияне захотят, мы дальше будем способствовать этому процессу. То есть украинской страны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Напомню, что 18 октября прошел один из последних обменов военнопленными между Киевом и Москвой по формуле 95 на 95. После него российские оккупанты оказались на территории Беларуси и вскоре были отправлены в РФ, сообщала российская Минобороны. О роли Лукашенко в этих переговорах в Москве не сообщали. Армия Лукашенко затихла. В Киеве заявляют, что никакой военной активности, в частности ни передвижения военных, ни передвижения техники, не фиксируют у границ с Украиной. В украинской госпогранслужбе говорят, что не наблюдается и создание формирования, которое бы угрожало сейчас ВСУ. Тем не менее, такое затишье не означает, что все расслабились. Вооруженных силах Украины готовы молниеносно отреагировать на любые негативные изменения. Ответили в Киеве, чего ожидают и от совместных масштабных учений РФ и Беларуси под названием «Запад-2025». Это, снова таки, напрямок разведников, которые за этим спостерегатимут. Не можно отключать, что во время этих учений происходит какое-то место в направлении нашего кордона. Но, несмотря на предыдущие учения, большинство может происходить на биларуських полигонах, возможно, на других направлениях. Но, снова таки, попри все, что не происходило на территории Беларуси, мы должны в первую очередь иметь свои сильные оборонные возможности. И, как я и сказал, что нами укреплюется в инженерном отношении и лінія кордона, потому что ситуация позволяет это делать, например, от кордона с Россией, где врага постоянно обстреляет украинские прикордонные. Ну и, власне, фортификационные укрепления в прикордонные, чтобы наши воины могли бы и укриться, и вести повноценно боевые действия, если ситуация изменится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от «Нехта» ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе «Икс». Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok